Всем привет! Если вы соскучились по покупкам, а кто-то мне вписал в комментах, что хочет от вас типа снова, чтобы я тут что-то покупала и обозревала, то это для вас. Да, я тут слегка такая неделя уже была опорочная, я не знаю, будет ли в это воскресенье стрим, но если буду, если я живу к концу недели, то он будет. Я даже вчера видос записала, но он у меня слегка монтажей, я даже начала монтировать видос с месячной давности, но что-то все как-то никак. Вот, кстати, сейчас он практически передает этот темно-фиолетовый цвет, не совсем, видимо из-за лампы. В общем, сходила я сегодня в Дикси. Шла без списка литературы, но шла примерно... Зачем шла, то примерно и купила. В основном шла за рыбкой. За рыбкой я шла, за тилапией и затем, если будет там что-то еще, какая-нибудь такая рыбка. Ну там, вот из всего, что мне понравилось, там была только тилапия, вот она. Она там по... В общем, у меня все вышло на 650, что ли, не знаю, на 600 с чем-то, короче, у меня все это вышло. Практически рыбный такой покупок. Тилапия там сейчас по 139 с копейками, грубо говоря, по 140. 600 грамм, 140 рублей. Та же самая тилапия, но теперь я научена горьким опытом, и я ее расфигачу, вскрою. Да, у нее она сделана с 20 декабря прошлого года, и до 20 декабря этого года у нее срок годности. Она в той самой заморозке сухой, где 5% водочки и 95% рыбки. Я ее вскрою, разделяю ее на разные рыбки и уже уберу в морозилку по разным пакетикам. У меня сегодня вообще такой слегка рыбный день, наверное. Сварилась рыбный супчик второй раз уже так за недельку, ну за ту недельку. Если считать, что неделька это 7 дней, и без разницы, когда она началась, но именно за 7 дней. В общем, второй раз за 7 дней. Вот у нас тут остров филе тилапии. Тилапия и вода. Защитная в скобочках ледяная глазурь. Не более 5%. Потом я купила себе, она что-то по скидке была, я чисто из-за ключа ее взяла. Ну, во-первых, из-за ключа, во-вторых, из-за нормального состава, это у нас Морислав, качественные продукты, море, сардина с добавлением масла натуральное, атлантическое, 240 грамм. Обычно там масло какое-то неизвестное, ну, так как неизвестное масло мне всегда ассоциируется с пальмовым, хотя это вполне может быть любое другое неизвестное масло, ну, поэтому я стараюсь не покупать, потому что у меня на пальмовое слегка аллергия, и да, мне там кто-то просил летом, а потом еще напоминал, но забыл напомнить, или просто мне предстоитал сообщение, видимо, плохо надо. Видос у меня нам просили про ежки, но это надо отдельно читать, потому что, как бы не в моем стиле снимать о чем-то, в чем я не очень понимаю. Когда-нибудь доберусь, и если меня еще периодически пинать, то, если вы пинать и попадете под настроение, то запишу, почитаю, запишу. Короче, у нас тут рыба, сардинатлантическая, масло подсолнечное, соль поваренная, пищевая и тушистый перец. Я, скорее всего, из нее заварганюю, говорила я, наверное, 49 копейка, но грубо говоря, 50 рублей. Такая баночка с ключом, заварганюю я и ее в какой-нибудь супчик. У меня там как раз еще два контейнера в морозилке лежит, с бульоном от Тилапии. Ну, это у нас гарантия отличного качества. Да, это, видимо, диксиевая марка Расудде. Так. Потом я вообще хотела себе рыбки какой-нибудь купить. Я думала заказать роллов, а потом думаю, роллы там куча всякой фигни добавят, а мне тупо надо рис, рыбка и нори. А рис у меня есть, нори у меня есть, нет только рыбки. Легче купить самой и самой же сварганить, а то пока ждешь, пока везут, пока то, пока все. Все-таки их лучше лопать с кем-то в компании, придя в кафешку. Короче, я купила себе тоже по скидке. Вот тут 200 грамм, нормальный состав. Я периодически, иногда в дикси, вот только в дикси на нее попадаю, в разных самых дикси, на этот нормальный состав, и иногда на нее бывает скидка. Даже если не бывает скидки, я ее все равно покупаю, если вижу, потому что состав нормальный. Вот это у нас 200 грамм по 220 рублей. Ну, там 219 копейками, грубо говоря, 220 рублей. Форель слабосоленая, филе кусок, первый сорт. Тут у нас состав форель, соль морская и экстракт розмарина. Все. И она у нас 24 февраля и до 16 апреля сроком. Я, когда вижу вот такие рыбки, я их стараюсь сразу парочку такую покупать. Ну, не только эту, вот там еще одна будет, сейчас увидите. Она в холодильнике лежит, жрать не просит, но до своего срока годности я ее успеваю съедать. Или там с макарошками, или там, не знаю, с чем-нибудь, или бутербродиком. Ну, эту я надеюсь, что все-таки я сделаю завтра все роллы. И, может быть, сегодня ее так... У меня там еще фасоль внезапно сварена, сто лет фасоль не варила. Не знаю, вот шла с рощей домой, с магазиной, думала, если фасоль зафигачить в норе и положить там кусочек этой рыбки, ну, не роллами, а именно просто там какой-нибудь там на листик норе положить в фасольки вареной, положить потом этой кусочек рыбки, съедобно это будет или нет. И вот еще такой кусочек. Вот эту я вообще, ну, может, когда-то покупала, но очень редко вижу, очень давно не видела. Это у нас семга слабосоленая. Филе кусок тоже по скидке тут 200 грамм и стоит 90 рублей она стоила. Ну, грубо говоря, так же 189-90, как-то так. Состав у нас тут семга и соль. Все, ни черта больше нет. И она у нас до 1 апреля. И, в общем, она у нас создана 2 марта и срок у нее до 1 апреля. Ну, и что бы не взять-то? Я сначала думала какую-нибудь из них одно, а потом подумала про запас. До 1 апреля я уж эту точно съесть успею. И что еще? Две пачки печенья юбилейного. Сейчас оно там было по 25-99, ну, грубо говоря, по 26 рублей. Обычно оно там что-то по 40 или по 30, с чем-то, не знаю. Ну, последний раз я покупала тоже где-то по 25-26 рублей. Это у нас юбилейная с кусочками крюквы. Новинка уже, представляет, наверное, как не новинка. Она мне очень нравится. Чисто юбилейная традиционная, для меня оно какое-то суховатое. Вот оно у нас. Сделано 21 декабря прошлого года и до 22.06.18. Так, тут даже знаки все и число, и время одинаковое. Что-то я вспомнила эту кёку из своей этой. Я ее вчера в видео рекламировала, но видео у меня еще даже не смонтировалось, поэтому выложится позже. Поэтому порекламлю сейчас. Третья глава кёка у меня релизнулась. Ну, точнее, вообще, камуры-тамуры, но там про кёка. И там вот у меня даже, кто в ВКонтакте есть, я там скидывала скриншотик, как раз во время тайпов, и загадала кёка желание, жрать хочу, дай что-нибудь покушать, или как-то так. И это желание стало в два раза больше, когда исполнилось. Ну, это вольный пересказ моего перевода, скажем так. Вот тут что-то про печеньки. Ну, кёка вообще в манге аниме стабильно что-то жрет. Прямо меня напоминает. И вот что, кстати. У меня тут была Ирка, значит, в воскресенье играла на пианинках, и я ей, так говорю, жалуюсь. Вот, представляешь, снова подарили кучу всякого сладкого. Она ещё меня спросит, что идти на 8 марта подойти. Я говорю, всё, что угодно только не сладкое. Ну, мы там с ней в реале в результате договорились на кое-чё. Я думаю, не надо, наверное, его обозревать, ну, просто обычная вещь, там, бытовушная. И, короче, ей там нужно было одну бытовушную вещь, мне надо было другую бытовушную вещь. Как бы слегка обмен подарками. Суть подарка. Если взаимный такой подарок, это тупо обмен. В принципе, год назад, наверное, у меня с кем-то такой, даже полтора года назад, наверное, с одним товарищем был такой слегка, как бы, разговор. И суть такая, что зачем кому-то что-то дарить, когда человек сам, как бы, в состоянии что-то себе купить. Это если вот обмен такой делать. Ну, как бы, два варианта восприятия. Ой, она, я ей говорю, представляешь, вот опять сладкого надарила. У меня там конфеты, трюфель, там четыре или пять шоколадок лежит, еще какие-то конфеты. Леля, ты еще скажи, что ты соленая любишь? Я говорю, конечно, я люблю соленые. Типа, что, огурцы, что ли соленые? Я говорю, ну, вообще, да. Но, с другой стороны, я люблю крекер соленый, я люблю рыбку соленую, и еще я люблю вяленую рыбку соленую. И вот, я что, хотела тут сидела как-то, мне так хотелось крекера с сыром. Не было ни крекера, не было ни сыра. Еще мне нравится геогинский сыр. У меня там какой-то видос был про любимые сыры, но тогда я что-то как-то не знала, видать, или просто они мне не попадались, или я не обращала внимания на фирму. Иногда бывает в этих сетевых магазинах, вот в последний раз магните покупала, не обозревала, потому что тупо купила, дошла до кухни с магазина, и с котом мы его захомячили. Геогинские сыры, вот эти копченые, охотничьи, потом вот такой колбаской, спагеттями какими-то, ну, называются спагетти. Все-таки я сейчас сделаю, пардоньте. Погона у нас такая, что вот сначала было как бы солнышко, мне еще Лена из Минска, Москвы написала, типа, сфоткать такое, типа, у нас там в Минске стабильный туман, но у меня тут в Угличе как бы солнышко, но вышла на улицу, такой ветрище, и у меня еще полдня такая вялая, несмотря на то, что я неделю вся такая обморочная. И в Дикси я, вот у меня пришла пора, в магазинах сетевых стоишь и держишься за этот, за прилавочек, потому что птички перед глазами прыгают. В общем, я хотела крекера с солью и с сыром. Сыр я тут купила как-то, забыла обозреть. Гаменте, пардонте, извините. У меня опять мониторчик потух, я опять забыла его, надо все-таки там как-то, наверное, поставить, я сняла вот этот блок, чтобы он, типа, не блокировался, не просил вводить пароль, если вдруг уснул, время-то не заметила, чтобы вот сколько-то он бездействует, и вырубался раньше времени, сейчас я опять сделала. Короче, сыр я купила вчера, а вот крекер что-то забыла совсем, у меня там печенье такое, любятого, которое типа Мария, уже пару раз оно было, в магните, кажется, я его покупала исключительно, может пятерки, не знаю, но в обзорах оно уже было, как-то обзорах еды. Это у нас какой-то Лоренц, клуб, клапс. В общем, крекер с солью, мини-пак, мини-упокупка, что ли, 70 грамм. Я даже не глянула, ну, я просто глянула, состав мне понравился, более-менее меняем, и где он тут вообще, этот состав. Мука пшеничная, хлебопекарская, хлебопекарная, я ее не так и позвала, первого сорта, рапсовое масло, разрыхлители, гидроармония, хз, может это этот самое, ну, в общем, какой-то гидрокарбонат. Карбонат натрия, это, вот первое, не знаю, что, второе, это обычная сода, насколько мне известно, потом экстракт ячменного, солото ячменное, так вы, жирным шрифтом подчеркнутым, так же, как пшеничная, может это у кого-то аллергию вызывает, я просто помню, когда в Европе была свое недолгое время, три с лишним дня, и там по магазинам, когда ходишь, и там вот выделялось, что если у вас, типа, аллергия, то вот они тут выделены, те самые аллергены, а то ведь это, если вы читать, то умеете, но у вас не выделено, вы не поймете, да, без выделения, без выделения, в общем, соль поваренная, пищевая, декстролах, язык, кто это, яичный порошок, и лецитин подсолнечный, в общем, никакого пальмового масла тут нема, и никакого Е600 чего-то там, или еще какой цифры, тоже нема, в общем, вот такой крекер, я вообще, по-моему, первый раз вижу, ни разу не пробовала, но заюзаю, точнее, залопаю, ну и все, вот это, такой у меня обзор, всем спасибо, и всем пока, ну да, можете поставить пальчик вверх, можете поставить пальчик вниз, можете, если у вас обострение, попрыгать в каментах, и покричать, какой у меня там дикий фон, или наоборот, ну и, как бы, хозяин-барин, можете еще подписаться на мой канал, если еще не успели.